Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Егора Матаев. Вот главные темы. В селе Санниково Первомайского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Это один из результатов визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Алтайский край. Чтобы выйти из двора, приходится рисковать жизнью. Жители дома по адресу Ленина 119 жалуются на соседнюю стройку. Подробнее в выпуске. Сегодня Всемирный день телевидения на Алтае. Его история началась в середине 50-х годов прошлого века. Об истории Алтайского ТВ. В выпуске. В селе Санниково Первомайского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Это один из результатов визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Алтайский край. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. На оперативном совещании губернатор Виктор Томенко и министр спорта региона Алексей Перфильев обсудили организационные вопросы. На строительство из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей. Условия софинансирования льготные. 99% федеральных средств и всего 1% региональных. Работы запланированы на 2021-2022 годы. Добавлю, два аналогичных физкультурно-оздоровительных комплексов возведут в краевой столице по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Четыре предприятия пассажирских перевозок, работавших без лицензии, обнаружили сотрудники госавтоинспекции Южно-Сибирского управления автодорожного надзора. Комиссия по безопасности на дорогах обсудила, как необходимо бороться с нелегальными перевозчиками в Алтайском крае. По данным госавтоинспекции, в Алтайском крае не реже двух раз в месяц проходят рейды по выявлению пассажирских перевозчиков без лицензии. В ходе работы сотрудники ГИБДД выявили 21 случаи незаконной предпринимательской деятельности и 391 нарушение правил дорожного движения службами такси. Нанимают водителей с личным транспортом, присылают им позывные, заказывают рекламу с указанием номера телефона, делают интернет-рассылки. Владельцы таких фирм не контролируют ни автомобили, ни состояние автотранспорта, ни водителей. Все расчеты производятся через мультикассы. При этом диспетчеры, как правило, находятся в других регионах, но не владеют информацией о наличии в них, в том числе и права на управление автомобилем, возможности постоянного здоровья в управлении, о наличии лицензии на осуществление перевозок, а также о техническом состоянии используемых автомобилей. Также комиссия по телемосту обсуждала с главами районов проблему с лицензированием автобусов. На данный момент больше 7 тысяч машин зарегистрировано в краевых и муниципальных организациях и учреждениях. Из них имеют лицензию только около 4,5 тысяч. В ходе совместной работы Министерства транспорта, сотрудников Госавтоинспекции и Южно-Сибирского надзорного органа по транспорту выявлено 22 факта перевозки автобусов без лицензии. Давайте этот вопрос доведем до конца. Где-то же 3 тысячи транспортных средств, если даже взять по 10, это получается уже достаточно большая цифра, в 30 тысяч человек где-то у нас кого-то перевозят. Давайте соберемся и, как сделали по школьным маршрутам, также и закроем этот вопрос. Чтобы выйти из двора, приходится рисковать жизнью. Жители дома по адресу Ленина 119 жалуются на соседнюю стройку. Из-за нее их двор оказался отрезан от внешнего мира. И чтобы выйти на проспект Ленина, приходится идти по проезжей части в крутой подъем. Подробности расскажет Вадим Слюсарев. Вот так практически через строительную площадку ходят дети, которые живут в доме на Ленина 119. До дома они могут добраться только по двум дорогам, и обе небезопасные. Всему виной стройка соседнего здания с номером 123. Дети мучаются, потому что здесь нереально идти. Ездят машины, там торчат гвозди на данный момент. Да, это понятно все временно, но ходить ребенку небезопасно. Ходит ребенок там, обходит, получается, по дворам. Ладно, сейчас пока еще не сильно темно, но будет сейчас темнеет. У кого-то вторая смена, это он тоже поздно возвращается, ребенок. По дворам там всякие бараки, всякие непонятные люди. Ну, как бы это страшно, опасно. Эти кадры наша съемочная группа сделала в октябре. В то время во двор Ленина 119 зачастую заезжала строительная техника. Бывали случаи, когда бетон попадал на автомобили. Но главная проблема, с которой столкнулись жильцы, двухметровая стена, которую, согласно проектной документации, возвели здесь на законных основаниях. Ну, а сейчас у нас коснулась осенью 19-го. Проблема тем, что, выходя из нашего подъезда, мы теперь упираемся в стену. Ну, примерно метр восемьдесят, наверное. То есть выхода на пешеходную дорогу у нас нет, отсутствует. С наступлением холодов худшие прогнозы жильцов сбылись. Чтобы выйти на проспект Ленина, им приходится буквально рисковать жизнью. Идти по проезжей части с крутым уклоном. Для пожилых людей эта задача практически невыполнима. Мы обратились в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Там нам сказали, что жители дома номер 119 обращались к ним. Решение этой проблемы уже разрабатывается. Данные обращения были рассмотрены. Мы провели выездное совещание с приглашением граждан. Выбрали вместе с ними место, где возможно разместить лестницу для подъема на тротуар. Застройщикам в настоящее время ведется подготовка проекта этой лестницы. Предварительный проект согласован с гражданами. И ведется его согласование с уполномоченными органами. Конкретных дат, когда появится лестница, пока что нет. Жители Ленина 119 надеются, что ждать осталось недолго. Ну а пока они пользуются опасным подъемом практически каждый день, рискуя своим здоровьем. Вадим Слюсарев, Иван Горбатов, Денис Кузьменко, Антон Червяков. Новости. В СМИ появилась информация об аресте заместителя главы Бийска по строительству. Сейчас он находится в следственном изоляторе и пробудет там ближайшие два месяца. Бийский рабочий сообщает, что Дмитрия Маслюка обвиняют в превышении должностных полномочий. Он один из фигурантов уголовного дела по факту нарушений бийскими чиновниками при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных в рамках программы переселения из аварийного жилья. Напомню, 18 ноября в администрации Бийска прошли обыски. Представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документов и компьютерной техники. Сегодня Всемирный день телевидения на Алтае. Его история началась в середине 50-х годов прошлого века. О первых дикторах регионального ТВ расскажет мой коллега Глеб Полянский. Это Барнаульский дом по проспекту Ленина, номер 78. Сейчас здесь располагается стоматологическая поликлиника, а когда-то, в 1956 году, именно здесь начала работу первая барнаульская студия телевидения. Сергей Марков – знаменитый алтайский диктор. Его баритон помнят несколько поколений телезрителей. Он пришел на телевидение в конце 50-х, а первый художественный фильм по барнаульскому ТВ показали на несколько лет раньше, в феврале 56-го. К осени того же года в студии установили камеру, и немногочисленные местные телезрители увидели на маленьких экранах своих телевизоров КВН первого алтайского диктора Марию Скоромную. Она жила в том же доме, а на телевидение пришла случайно и опередила в конкурсном отборе несколько десятков кандидатов. Она так заходит, так говорит, сколько вас человек? 60, 59 человек могут быть свободны. Диктором буду я. Рядом с телестудией для передачи сигнала специалисты из Барнаула и Томска построили 37-метровую вышку. Сейчас примерно на том же месте, позади здания главного управления МВД по краю, находится вышка связи. Передающий комплекс включал в себя около девяти сотен радиоламп. А уже спустя несколько лет, в 1963 году, в Нагорной части Барнаула построили новый телецентр. Глеб Поленский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Об истории алтайского телевидения и современных технологиях передачи сигнала смотрите в наших вечерних выпусках. Также этой теме посвящен эфир Катунь Лайф. Наши ведущие Анастасия Романова и Антон Скаль встретятся с легендами алтайского телевидения и расскажут все подробности за Кулисья ТВ. Не пропустите 18.15. На этом у меня пока все. Продолжим в 13.00. Не переключайтесь.